Что ж, всем добрый день, возможно доброе утро, возможно добрый вечер. И сейчас у нас все время будет занятие по математике. Пожалуйста, напишите что-нибудь в чат или нажмите огонечек, чтобы я понимала, что вы меня хорошо слышите. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, я так понимаю, что меня хорошо слышат. Замечательно. Давайте тогда начинать. И сегодня для начала, для разминочки давайте решим такую задачку. Да, всем еще раз здравствуйте. Итак, наша первая задачка на сегодня. Белка с бельчонком запасли на зиму 350 грибов. Бельчонок собрал 75% числа грибов, собранных белкой. Спрашивается, сколько грибов собрала белка и сколько грибов собрал бельчонок. Соответственно, давайте решаем задачку. Если у вас получаются какие-то ответы, пишем их в чат. В общем, все, как обычно. Спасибо. 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 Здравствуйте, здравствуйте, еще раз. Мы пытаемся посчитать, сколько грибов у нас собрала белочка и сколько грибов собрал бельчонок. 261, 261, 2 десятых. Мне кажется, что должны быть целые ответы. То есть целое количество грибов должен собрать белочка и целое количество грибов бельчонок должен собрать. Это вряд ли там что-то будет с десятыми. Ну, хорошо, давайте подумаем, как вообще можно приступить к тому, чтобы решать эту задачу. Ну, тут есть, в принципе, несколько вариантов, как мы вообще можем решать задачу. Но обычно либо по действиям, либо составляем уравнение. Давайте, например, к этой задаче попробуем составить уравнение, потом его решить. У нас известно, что бельчонок собрал 75% от числа грибов, собранных белкой. Так, 262,5 бельчонок, 87,5 белка. Ну, смотрите, так не может быть, потому что у вас бельчонок собрал 75% от числа грибов, собранных белкой. Значит, бельчонок уж всяко должен был собрать меньше, чем белка. Ну, потому что 75% меньше, чем 100%. Ну, а если наоборот взять, 262,5, то ты подумаешь, что это белка собрала, а 87,5 это бельчонок собрал. Это тоже не сойдется, потому что у вас от 262,5, 50% это уже там 131 с чем-то гриб. Значит, 87,5 это не может быть 75% никак. Давайте, ладно, попробуем разобраться. Значит, давайте сначала попробуем составить уравнение. Угу, угу. Так, белка 200, ну хорошо. Значит, пусть у нас белка собрала х грибов. Соответственно, если бельчонок собрал 75% от количества грибов, собранных белкой, то что такое у нас 75%? Ну, мы знаем, что 75% это 75 сотых, ну, либо можно это сократить на 25, получится у нас 3 четвертых. Значит, если белка у нас собрала х грибов, то бельчонок, получается, собрал 3 четвертых х грибов, потому что 75% от ха это и есть 3 четвертых. Соответственно, что мы знаем дальше? Дальше мы знаем, что вместе они собрали 350 грибов. Значит, получается, что х плюс 3 четвертых х, это будет 350. Так, белка 200, бельчонок 150. Угу. Соответственно, давайте решать это уравнение. Значит, у нас х плюс 3 четвертых х, это будет 7 четвертых х, потому что это 1 х плюс еще 3 четвертых х. Значит, 7 четвертых х это у нас 350. Значит, х будет, соответственно, равен 350 разделить на 7 четвертых. Ну, мы знаем, что для того, чтобы разделить число на 2, нужно умножить его на 2 обратные данные, значит, 350 надо умножить на 4 седьмых. Ну, 357 можно сократить на 7, остается 50, 50 на 4, 200. Значит, х у нас это 200, ну, соответственно, 3 четвертых х. Чтобы посчитать, нам нужно 3 четвертых умножить на 200. Ну, получим мы, опять же, на 4 можно сократить, 150. Вот, действительно, правильный ответ был, что белка у нас собрала 200 грибов, и бельчонок собрала 150 грибов. Вот это у нас последний ответ, который в чате он действительно брали. Можно было эту задачу решать не с помощью уравнения, на самом деле, можно было сделать по-другому. Можно было сразу подумать следующее, что, смотрите, если у вас бельчонок собрал 75% от часа грибов, собранных белкой, ну, а белка, соответственно, собрала 100%, то тогда суммарно они должны были сколько собрать? Ну, 100 плюс 75, то есть 175%. То есть суммарно белка и бельчонок собрали 175% от тех грибов, которые собрала белка. Ну, и мы знаем, что 175% составляет 350 грибов. И отсюда нам нужно найти 100%, сколько будет. Соответственно, тогда мы найдем, сколько грибов собрала белка, и найти 75% потом, это мы узнаем, сколько грибов собрал бельчонок. Ну, как это можно посчитать? Ну, если у нас 175% это 350 грибов, то мы видим, что можно на 175 поделить, и получится, что 1% это у нас 2 гриба. Ну, а если 1% это 2 гриба, то 100% это 200 грибов, ну, а, соответственно, 75% это 150 грибов. Вот мы, в общем, вторым способом тоже решили эту задачу. Ну, естественно, получили тот же самый ответ, то есть что он правильный, каким бы способом мы не решали, у нас ответ должен один и тот же получаться. Значит, смотрите, что глобально мы, в принципе, делали в этой задаче. Мы здесь пользовались следующим, что когда мы находили, сколько собрал бельчонок, мы говорили, что если белка собрала 100%, то бельчонок, ну, допустим, собрал 3 четвертых, да, от того, что собрала белка. И, соответственно, чтобы найти количество грибов, собранных бельчонком, мы умножали х на 3 четвертых. Почему? Потому что это правило, как находятся дроби от числа. То есть если у нас сказано, что есть какое-то число, и что-то составляет от него 3 четвертых, то мы 3 четвертых умножаем на это число. Так мы всегда находим значение дроби от данного числа. Ну, и, собственно, отсюда, я надеюсь, что с этой задачей конкретно все понятно, давайте мы плавно перейдем к следующей нашей теме. И следующая наша тема – это нахождение числа по его дроби. Мы рассмотрим такую задачу. От снега расчистили 2 пятых катка, что составляет 800 метров квадратных. Найдите площадь всего катка. Ну, давайте мы в этой задаче обозначим площадь катка через х метров квадратных. Тогда по условию у нас сказано, что 2 пятых этой площади – это 800 метров квадратных. То есть мы можем составить уравнение. 2 пятых х равно 800. Соответственно, х будет равно 800 разделить на 2 пятых. Но мы знаем, что чтобы разделить на 2 пятых, надо умножить на 5 вторых. Ну, и вычисляем. Значит, 800 умножить на 5 вторых будет 2000. Соответственно, получаем, что площадь катка будет равна 2000 метров квадратных. И что нам показывает эта задача? Эта задача иллюстрирует следующее правило, что для того, чтобы найти число по данному значению его дроби, нужно это значение разделить на данную дробь. То есть, если бы у нас была задача такая, что дана площадь всего катка, и нужно найти площадь 2 пятых от этого, тогда мы бы брали площадь всего катка и умножали на 2 пятых. Потому что, когда мы ищем значение дроби от числа по данному числу, мы умножаем, соответственно, число на эту дробь. Теперь у нас задача наоборот. То есть, мы знаем, сколько составляет 2 пятых катка, и нам надо узнать площадь всего катка. Вот в такой ситуации мы берем данное число, данную площадь в этой конкретной задаче и делим ее на эту дробь. Тогда, соответственно, мы найдем значение целого. То есть, когда мы по значению целого ищем значение дроби, Мы целого умножаем на эту дробь, когда у нас обратная ситуация, то есть мы по значению дроби должны найти значение целого, то мы делим на эту дробь. Ну, и давайте еще примеры посмотрим. Такие задачи, они могут быть, естественно, не только с обыкновенными дробями, они могут быть также и с десятичными дробями, они могут быть и с процентами. Ну, например, пшеницей засеяно 2400 гектар, что составляет 0,8 всего поля. Найдите площадь всего поля. Точно такая же задача. То есть у нас дано значение дроби, нам нужно значение целого. Ну, соответственно, мы берем то, что у нас дано, и делим на эту дробь. Соответственно, нам нужно 2400 поделить на 0,8. То же самое, что 24000 разделить на 8, ну, соответственно, мы получаем 3000. Ну, и того, площадь всего поля будет 3000 гектаров. И то же самое мы делаем, если у нас есть проценты. Ну, например, такая задача. Увеличив производительность труда на 7%, рабочий сделал за этот же срок на 98 деталей больше, чем намечалось по плану. Сколько деталей рабочий должен был сделать по плану. А когда у вас задачи встречаются проценты, то у нас есть два варианта. Ну, в принципе, как вот было с Белкой и Бельчонкой. Вариант первый. Мы берем эти проценты и переводим их в обыкновенную дробь. Ну, соответственно, если у нас есть 7%, то это будет 7 соток. А вариант второй. Мы берем проценты и переводим их в десятичную дробь. Ну, давайте на всякий случай напомню, как переводить. Значит, если у вас есть х процентов, то это будет эквивалентно. Либо х поделить на 100, это если мы хотим в обыкновенную дробь перевести. А если мы, соответственно, хотим в десятичную дробь перевести, то нам нужно взять наше число процентов и сдвинуть в нем запятую на два знака влево. То есть, допустим, если у меня будет 372,5%, то когда я захочу перевести это в десятичную дробь, мне надо взять эту запятую, которая стоит в этом числе, и пододвинуть на два знака. Соответственно, у меня получится 3,725. Ну, если у меня, допустим, есть 21%, то я беру запятую, которая здесь как бы стоит вот здесь, сдвигая на два знака, получая 0,21. Вот так мы переводим проценты в дроби. Ну, и вернемся к нашей задаче. Значит, поскольку у нас 7% – это 0,07, а если мы возьмем 98 наших деталей и поделим на это число, то получится 1400, то, соответственно, по плану рабочий должен был сделать 1400 деталей. Точно такой же результат мы получим, если мы возьмем не десятичную дробь, а обыкновенную, то есть заменим 7% на 0,07. Ну, сделать надо будет то же самое, нужно будет 98 разделить на эти 0,07. Ну, и вообще, я надеюсь, что принцип понятен. Давайте попробуем задачу повышать на эту тему. Ну, первая задача. Сваи возвышаются над водой на полтора метра, что составляет 3,16 длины всей сваи. Вопрос. Какова длина всей сваи? Вопрос. Прекрасно. ЧистоTsTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSטTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS 8 метров, 8 метров. Ну, давайте посмотрим, как это надо решать. Значит, у нас что известно? У нас известно, что полтора метра – это 3,16 длины. Значит, чтобы найти целиком длину всей свая, нам нужно взять эти самые полтора метра и разделить их на 3,16 по нашему правилу. Ну, давайте переведем все либо в десятичной дроби, либо в обыкновенное, но, наверное, проще в обыкновенное перевести. 1,5 – это у нас, соответственно, 1,5. Ну, что то же самое 1,12. А 1,12 – это 3,2. Значит, чтобы найти длину всей свая, нам нужно 3,2 разделить на 3,16. Ну, а это то же самое, что 3,2 умножить на 16,3. Умножаем, 3,3 у нас сокращается, 16, делим на 2, получаем действительно 8. Значит, ответ в этой задаче 8 метров, как у всех и получилось. Замечательно. Хорошо. Вторая задача. На элеватор отправили 211,2 тонны зерна, что составляет 0,88 зерна намолочного за день. Спрашивается, сколько зерна у нас намолотили за день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 240 ну давайте попробуем посмотреть так это или не так пока заодно как раз я считаю на на остальные тоже то что что у нас значит здесь сказано у нас по сути здесь сказано что 211 2 десятых составляет 0,88 от всего зерна которая была сзади ну значит по нашему правилу чтобы найти сколько зерна было всего наполочено за день нам нужно 211 целых 2 десятых разделить на 0,88 напомню что когда мы делим на десятичную дворку сдвигаем запятую и в делим ему в делителе соответственно здесь мы можем на один знак подвинуть еще на один знак подвинуть тогда здесь новых и тогда у нас получится что это то же самое что 21 120 разделить на 88 давайте поделим столбиком 21 120 на 88 и тогда мы получим как раз таки ответ в этой задачи так берем по 261 момент то есть на 71 до 5 три дворечка так чем 4 да но берем давайте по 4 2 3 вы мне 5 3 надо и нолик у нас последний остался поэтому больше доставим а действительно получается 240 ну и у всех получилось 240 значит действительно у нас за день намолотили всего 240 тонн зерна в общем все то же самое что в предыдущей задаче только там мы делили соответственно обыкновенная дворка здесь мы делим на десятичную хорошо следующую задачу после замены двигателем средняя скорость самолета увеличилась на 18 процентов что составляет 68,4 километра в час вопрос какова была средняя скорость самолета с прежним двигателем о том что она выда 준 камень достаточник на кроме качества накликает 6 до 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 6 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 8 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 9 10 12 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 00 12 10 10 10 11 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 10 10 9 8... В целом, опять, в принципе, аналогичная задача, только теперь у нас проценты здесь появляются. 12,321 – это сомнительно, потому что если у вас 18% от числа – это 68,4, то явно сильно больше должно быть. Ну, вот 380 – это хотя бы как-то похоже на ответ. Ну, потому что если 18% – это уже 68 с чем-то километров в час, значит, явно 100% – это сильно больше еще. Надо ли умножать или делить? Ну, давайте подумаем. В той ситуации, когда у вас дано значение целого числа, и надо по этому значению найти дробь, в такой ситуации нам нужно умножать. Если у вас дано значение дроби, и вам нужно найти значение целого, в такой ситуации нужно делить. Здесь у нас что дано? Здесь у нас дано, что 18% составляет 68,4 километра в час. То есть получается, что дано значение дроби, а не целого, и надо найти значение целого. Значит, надо делить. Ну, и, собственно, давайте поделим. Что у нас есть? У нас есть 18%. Ну, 18% надо перевести в какую-нибудь дробь. Давайте переведем в десятичную. Будет 0,18. Соответственно, чтобы в данном случае найти, какая была скорость самолета, нам нужно взять 68,4 и разделить на эти самые 0,18. Ну, сдвигаем запятую, получаем 6840, надо разделить на 18. Давайте поделим. Так, 3,54, 144,8,6. У меня надо. И 0 еще остался, соответственно, 0. Ну, действительно, если мы поделим, у нас получится 380. Значит, исходная средняя скорость самолета до этого была 380 километров в час. Ну, вероятнее всего, там, порочие ответы получаются. Либо, если вы обсчитались, ну, часть ответов явно получалось, когда 68,4 мы умножали на 18%, то есть на 0,18. Так, ну, надеюсь, что общий принцип хотя бы более-менее понятный, что если у вас дано сколько-то процентов, и вам надо найти 100%, то тогда мы делим. То есть если дана часть от целого, в этом случае мы делим. Если дано все целое на эти части, тогда умножаем. Ну, давайте еще попробуем. Ну, такая задачка. Да, 380. Хорошо. Масса винограда в первом ящике составляет 7,9 массы винограда во втором ящике. Спрашивается, сколько килограммов винограда было в двух ящиках, если известно, что в первом ящике было 21 килограмм винограда. Спасибо. сорок восемь ну почему бы не сорок восемь давайте потихонечку разбираться значит что нам тут нужно нам нужно узнать сколько килограмм награде было в двух ящиках ну значит логично что раз у нас дано сколько было в первом ящике значит надо посчитать сколько было во втором ящике известно что масса винограда в первом ящике составляла 7 девятых от массы винограда во втором значит у нас дана опять часть то есть нас известно что 7 девятых это 21 килограмм значит нам нужно взять 21 килограмм поделить его на 7 девятых и так мы узнаем количество винограда в первом и втором ящике ну соответственно 21 умножаем на 9 седьмых сокращаем 3 надо умножить на 9 получаем 27 ну и так 27 килограмм это у нас масса винограда соответственно во втором ящике а нам нужно узнать сколько было суммарно двух ящиках поэтому двадцать одному килограмму сколько в первом ящике прибавляем 27 сколько во втором получаем 48 килограмм итоговая суммарная масса так 48 48 21 48 48 16,33 ну опять же 16,33 это вы скорее всего взяли 21 и умножили на 7 девятых вот в этой ситуации нужно не умножать а наоборот делить то есть если бы у нас было сказано следующее что массы винограда в первом ящике 21 килограмм и масса винограда во втором ящике составляет 7 девятых от массы винограда впервые вот тогда нам надо было бы умножать чтобы найти ну соответственно массу 2 она сказано наоборот что вот это 21 килограмм он составляет 7 девятых то есть 21 килограмм это 7 девятых от какого-то числа и нам надо найти целиком это число тогда мы делим собственно вот поделили получили 27 килограмм дальше нашли сумм давайте еще разок банк купил несколько акций завода и через год продал их за 576 целых восемь десятых миллиона рублей получив при этом три процента прибыли спрашивается какую сумму банк затратил на приобретение акций ну принципе это вообще типичные такие задачи про нахождение либо дороги по числу либо числа по дороге это задача с процентами с какими-то банковскими там выплатами не часто встречаются ну ну и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звучит как-то довольно сомнительно. Потому что если мы продали все акции наши за 576,8 миллиона и при этом получили всего 3% прибыли, значит, ну мы где-то за 500 с чем-то миллионов их, видимо, до этого купили. Ну так просто, чисто логически, если прикинуть. Ну да, если будет такая 2,6 будет в периоде, это, конечно, неправда, но это просто чисто даже логически не очень похоже на правильный ответ. Смотрите, мне кажется, в чем у вас проблема. Если сказано, что банк получил 3% прибыли, то это не означает, что вот эти 570,6,8 миллиона – это и есть 3%. То есть если бы было сказано, что банк продал акции и на этом заработал 576,8 миллиона рублей, что составляет 3% прибыли, то это было бы 3%. А если он купил какие-то акции и всего, вот он продал все эти акции за вот эти деньги, то это не означает, что эти деньги – это 3% от стоимости акций. Потому что вот эти странные числа, мне кажется, получаются как раз из-за того, что вы думаете, что вот это число 576,8 – это и есть 3%. Ну как бы даже чисто логически. Если я купила что-то за 100 рублей, а потом продала за 110 рублей, то я получила 10% прибыли. Но явно 110 рублей – это не 10%. Ну а на самом деле как будет? А будет на самом деле так, что если вот мы продаем наши акции за вот эту сумму и при этом сказано, что получили 3% прибыли, значит, вот эта сумма, которая у нас есть – 576,8 миллиона – это 103% от исходного числа. То есть если исходный мы купили за какие-то деньги, эти деньги составляли 100%, то когда мы продаем и получаем 3% прибыли, получается, что та сумма, за которую мы оправдали, это 103%. Ну потому что нам как раз-таки к 100% надо прибавить еще 3%. То есть прибыль. 559,5 миллиона рублей. Ну это хотя бы перспективно, это хоть похоже на ответ. Ну потому что действительно, да, если у вас 576,8 – это 103%, ну значит 100%, ну это да, 500 там с чем-то где-то. должно быть. Что-то типа 560, может быть 559, 561, ну где-то в этом районе. 17,034 – это, наверное, вы опять подумали, что надо взять вот это и умножить на, собственно, 3%. Так, ну а собственно, что ж надо было сделать? Ну раз у нас вот эта сумма составляет 103%, то есть опять же мы знаем значение дроби от нашего числа, то есть мы знаем, что 576,8 – это 103%, значит мы переводим 103% в какую-нибудь дробь. Ну пусть будет десятичная, 1,03 получается. И теперь делим просто наши 576,8 на 1,03. Ну для этого сдвигаем запятую, получается, что у нас 8,0 мы делим на 103. Ну и соответственно, вот если мы 576,8 поделим на 103, мы получим тот самый ответ, за сколько же денег исходно купили эту акцию, эти акции. Нет, еще раз, 17,034 – это не будет правильный ответ. Ну я полагаю, что 17,034, наверное, у вас получилось, когда вы взяли 576,8 и умножили на 0,03. Тогда получается, что вы нашли вообще что-то странное, вы нашли что-то такое 3% от этого числа. Число 19226 у вас получилось, если вы взяли 576,8 и, скорее всего, разделили на 0,03. Это тоже не будет правильный ответ. Потому что эти 576,8 – это не 3%, это 103%. Соответственно, делить нам надо не на 0,03, а на 1,03. Ну и давайте доделим уши, узнаем, какой все-таки правильный ответ. Кажется, 5. 618, это, кажется, 6. Ну и нолик у нас остался 0. Итого, итоговый ответ у нас будет 560 миллионов рублей. Значит, соответственно, за 560 миллионов рублей исходно были куплены эти акции. Почему у нас 1,03? Еще раз, потому что, если у вас сказано, что Бан продал свои акции за какую-то сумму, получив 3% прибыли, то это что означает? Это означает, что исходно его акции стоили какие-то 100%. Раз он получил 3% прибыли, значит, та сумма, за которую он продает эти акции, это 103% от исходной. То есть, смотрите, есть два, ну, да, будет две разных конструкции. Конструкция первая. Банк продал за столько-то, получив 3% прибыли, означает, что то, за сколько он продал, это 103% от исходной стоимости. Вторая конструкция. Банк продал акции за какую-то сумму, получив при этом 3% прибыли, что составило, там, допустим, 100 миллионов рублей. Тогда 100 миллионов рублей – это 3%. А вся сумма, за которую он продает, это 103%. Ну, то есть, если вы что-то купили за какие-то деньги, а потом это продаете за какие-то деньги, то что такое ваша прибыль? Ваша прибыль – это разность того, за сколько вы продали, минус то, за сколько вы купили. Соответственно, если ваша прибыль составляет 3%, то чтобы разность была эти 3%, исходную вы купили за 100%, значит, продали вы за 103%. Так, ну, а, соответственно, потом мы 103% переводим в десятичную дробь, получаем 1,03%. Потому что запятую двигаем, просто не два знака. Так, ну чего, с этим сейчас понятно или непонятно? Если непонятно, то что конкретно непонятно? Ну, наверное, да, вот основная мысль, что прибыль – это, собственно, разность стоимости, за которую вы продали что-то, и стоимости, за которую вы купили что-то. Так, ну, слава богу, хоть кому-то все понятно. Это уже неплохо. Ну что, вроде вопросов пока больше не поступает. Значит, будем надеяться, что сейчас все поняли, откуда взялась и 103%, и 1,03%. И опять же, смотрите, да, если у вас известно значение дроби, и вам нужно найти само число, если мы говорим про проценты, то у вас дано значение каких-то процентов, и вам нужно найти, сколько составляет 100%. То в такой ситуации мы делим всегда на эту дробь. Не умножаем. Давайте еще попробуем. Такая задача. В первый день туристы прошли 5,24 намеченного пути, а во второй день 0,8 того, что прошли в первый день. Как велик намеченный путь, если во второй день туристы прошли 24 километра? Ну, иными словами, известно, что во второй день туристы прошли 24 километра, известно вот это все предыдущее, соответственно, надо найти весь путь. Спасибо. Ну, и, наверное, нужно как-то последовательно это делать. То есть, если у нас известно, сколько они прошли во второй день, то, соответственно, потом мы посчитаем, сколько они прошли в первый день, а потом уже посчитаем тогда, соответственно, сколько был весь путь. Спасибо. Видимо, вопрос, при чем здесь велик? Велик здесь ни при чем, потому что это не велик, это велик. Как велик, ну, обозначает, сколько составляет весь путь. То есть, как велик намеченный путь, это то же самое, что сколько составил весь путь. Ну, да. Во-первых, удаление, во-вторых, все-таки нет такого слова велик. Ну, не то, чтобы с точки зрения математики это было нам сильно принципиально, но все же. Давайте попробуем посчитать для начала, сколько же они прошли в первый день. Верно, это нам поможет посчитать, сколько всего они в итоге преодолели. Как нам посчитать, сколько они прошли в первый день? Ну, известно, что во второй день они прошли 24 километра, и известно, что это составило 0,8 того, что они прошли в первый день. Как там тогда найти, сколько же они прошли в первый день? Ну, наверное, так же, как и во всех предыдущих задачах, нужно 24 разделить на 0,8. Потому что мы знаем, что 24 километра это 0,8 от того, что было пройдено в первый день. Ну, соответственно, первое, что нам нужно сделать, это разделить. Так, 25,8. Кажется, больше. 144, это, наверное, в сумме уже то, что получается. Еще посчитаем, посмотрим. Ну, давайте для начала 24 разделим на 0,8, посмотрим, сколько у нас получится. Зачем мы дальше это делаем? Затем, чтобы найти, сколько в первый день они прошли. Ну, и сколько будет 24 разделить на 0,8? 30. Получается 30. 30. Ну, давайте посмотрим. чтобы поделить, нам надо запятую подвинуть, это то же самое, что 240 разделить на 8. Ну, кажется, это действительно 30. Значит, 30 километров это то, сколько они прошли в первый день. Ура! Действительно. Да, я понимаю, что 144 это про весь путь, скорее всего. Сейчас мы тоже посчитаем, посмотрим, получится у нас или нет. что нам делать дальше? Соответственно, раз мы нашли, сколько они прошли в первый день, а у нас сказано, что в первый день они прошли 5,24 всего намеченного пути. Ну, значит, опять нам нужно взять то, сколько они прошли в первый день и разделить на эти 5,24. Значит, второе действие мы 30 делим на 5,24. Что мы найдем? Ну, собственно, весь путь мы и найдем, потому что известно, что 5,24 от всего пути это 30 километров. Ну, чтобы разделить на 5,24, нам надо умножить на 24,5. Ну, давайте умножать. 35 можно на 5 сократить, где 6 останется. Значит, нужно умножить 6 на 24. Давайте умножить 24 на 6. Ну, кажется, похоже, действительно, да, на 144. Ну, в момент. Ну, да. Ну, и действительно, если мы умножим, у нас получится 144 километра. Ну, соответственно, 144 километра это и есть у нас весь путь. Что мы сделали в этой задаче? В принципе, мы последовательно два раза находили значение целого по данному значению дроби. То есть у нас было известно, что то, что они прошли во второй день составляет на 80-х от того, что в первый. Вот мы один раз поделили, нашли, сколько они в первый день прошли. А потом было известно, что в первый день они прошли 5,24 от всего пути. Ну, соответственно, чтобы весь путь найти, мы опять поделили, ну, и нашли значение. Так, ну, и правильно, да, 144 километра это был правильный ответ. Так, ну, и, наверное, давайте еще одну задачку успеем как раз сделать. Такая задача. Ученик сначала прочитал 75 страниц, а потом еще несколько страниц. Их количество составило 40% от прочитанного в первый раз. сколько страниц в книге, если всего было прочитано три четвертых книги. То есть он, значит, читал, сначала прочитал 75 страниц, потом еще сколько-то прочитал. И вот это сколько-то составило 40% от того, что он в первый раз прочитал. А потом известно, что всего он прочитал три четвертых всей книги, надо найти качество страниц в книге. и ух, а потом... и ух! И ух! И ух! А потом... так ну давайте глобально разбираться что тут в принципе надо делать но он сначала прочитал 75 страниц а потом еще сколько то и это сколько то составило 40 процентов от прочитанных первый раз ну значит нам надо найти для начала сколько же он прочитал вот в эти несколько страниц сколько он был читал за второй раз известно что за первым то считал 75 а за 2 40 процентов от того что прочитал в первый значит чтобы найти сколько он прочитал за второй раз нам нужно 75 умножить на соответственно дробь соответствующий 40 процентов почему мы до этого всегда делили а сейчас мы будем умножать потому что у нас сказано что то что он прочитал во второй раз составляет 40 процентов от того что в первый то есть то что в первый это как бы 100 процентов и нам нужно 40 процентов найти ну вот в этой ситуации когда мы ищем 40 процентов от 100 процентов тогда мы умножаем соответственно чтобы найти сколько он прочитал второй раз мы берем наш 75 страниц и умножаем их на дробь которая соответствует 40 процентов ну это будет 0,4 процента у нас 0,4 ну если мы умножим то у нас получится какое-то число кажется 33 страниц посчитал за второй раз да правильно у нас тоже получается 30 он действительно 30 страниц это получается он прочитал за второй раз дальше у нас сказано что всего прочитано три четвертых книги ну соответственно раз 75 страниц было сначала и 30 страниц было потом насчет всего он просто стал 105 страниц просто складывал и вот теперь известно что 105 страниц это три четверти от всей книги то есть мы опять же знаем дробь и нам надо узнать целое ну значит в этом случае просто делим 105 на 3 четвертых то есть это то же самое что 105 умножаем на 4 третьих ну сейчас получше ну какой то ответ так можно на 3 сократить 35 35 умножаем на 4 кажется 140 так ну слава богу просто 140 получалось да ну да так сто восемь семь с половиной ты что-то вы не там умножили это пропорция я решила пропорция она получилась но в принципе да это действительно пропорция если вы как бы знакомы с тем что такое пропорция ну слава богу можно так делать а можно не заморачиваться просто делить там еще на дробь и так давайте подытожим значит основное что мы должны были сегодня понять это чем отличаются две ситуации ситуация первая мы находим данную дробь по целому значению или допустим мы находим 30 процентов по данным 100 процентов ну или как в это зачем 40 процентов по данным 100 в такой ситуации мы берем и умножаем на нашу дробь все целое число вторая ситуация мы по заданной дроби находим все большое целое число в этой ситуации мы делим но самое главное научиться эти две ситуации отличать когда надо умножить а когда надо поделить ну и принципе будет нам тогда 6 ну я надеюсь что концу стало как-то по понятнее когда мы уже примеры по избирали хочется верить что более-менее разобрались все таки когда умножаться когда делить ну что тогда давайте на этом все на сегодня всем спасибо за занятия и жду я вас через неделю до свидания